Всем привет! С вами вновь Андрей Лофф и давайте сегодня что-нибудь поделаем в фотошопе. Сегодня будут хитрости и хитрости в фотошопе, которые вам помогут ускорить ваш рабочий процесс и немного расширят ваши знания в области этой программы. Итак, поехали! Первая хитрость — это перемещение объекта из холста в холст. Есть один нюанс. Давайте будем это рассматривать на примере предыдущего макета из прошлого ролика. В фотошопе есть такая фишка, что если у вас есть какой-то холст, создадим дубликат холста и сделаем произвольное кадрирование, то когда вы в этот холст перемещаете какой-нибудь объект из другого холста и просто его вставляете, то у вас объект вставляется ровно там, где у вас находится в данном случае мышка. Но есть одна хитрость. Если вы при перемещении объекта зажмете на клавиатуре клавишу shift, то у вас объект четко становится по центру холста. То есть если мы холст определим его центр направляющими, вот он у нас, центр определился. И теперь посмотрим, где находится наша звездочка. Она находится по центру нашего холста. Это очень удобно делать для того, чтобы выравнивать макет и делать его более идеализированным. Я использую это в своей работе следующим образом. Я всегда создаю произвольный какой-то дополнительный холст, делаю его кадрированием просто безумно мелко, то есть чтобы у меня был тот холст, которым я точно пользоваться не буду. И если я что-то нарисовал, например, такую звездочку, мне ее нужно сделать по центру. Есть, конечно, массу всевозможных инструментов в фотошопе, чтобы центрировать, но я пользуюсь очень простым способом. Я перемещаюсь сюда и назад shift. У меня четко картинка становится по центру. Следующий момент, который, думаю, вам будет полезен, это смарт для выравнивания. Давайте мы здесь поставим нашу звездочку. Представьте, что у нас есть всевозможные кинтекстовые слои. Эти слои у нас можно выровнять относительно центра. Достаточно выделить все эти слои в панели слоев с зажатой клавишей shift и в панели перемещения выбрать центровку. Но, как вы видите, сейчас у нас текстовый блок не находится по центру. Мы хотим, допустим, все это сверстать. Опять же, есть быстрый направляющий, есть всевозможные инструменты в фотошопе, которые позволяют это сделать. Но, опять же, вот что можно сделать сейчас. Мы перемещаем все эти слои на более мелкий холст и назад с зажатой клавишей shift. Вот у нас автоматически по центру эти слои стали. И как же теперь это проконтролировать? Вообще, я не люблю использовать линейки. Я их как бы использую, но они не очень удобны тем, что когда они появляются, нету галочки, которая бы переключала между макетом без них и с ними. Поэтому, я считаю, они не всегда удобны. Можно сделать такую хитрость. Создать корректирующий слой цвет произвольный, преобразовать его в смарт-объект и сделать непрозрачность 17 пикселей. И нажав Ctrl-T с зажатыми клавишами Alt-Shift мы можем уменьшать наш этот самый прямоугольник. И тем самым у нас фактически получается сетка. Мы визуально можем контролировать, насколько у нас объект находится равноудаленно относительно краев нашего макета. Мы можем расширять, смотреть, что да, звезда равноудалена. Смотрим текстовый блок, тоже отлично сделано. Если у нас будет какое-то расхождение, вы всегда можете это двигать визуально и всегда перекликивать между состоянием холста с сеткой и без. И таким образом можно их создавать сколько угодно, делать быстрые таким образом сетки, так же, как и делать это все по визонтали. То же самое, некая сетка, которая у нас будет показывать нам относительно каких моментов находятся объекты. Это достаточно удобно. Я считаю, всегда это можно так же в какую-то папку загрузить и перекликивать. Следующий момент – это отравочная маска в один клик. Я часто показываю это в роликах, но давайте еще раз все это сделаем. Если у вас есть какой-то объект, и вы, допустим, хотите перекрасить нижнюю часть в другой цвет, вам достаточно создать пустой слой, взять инструмент прямоугольник, который полностью перекрывает объект, звезду нижней части, сделать тем цветом, который вы хотите перекрасить, и вот тут отравочную маску делаем. Зажимаем клавишу I на клавиатуре, подносим наш курсор к слоям между верхним слоем и нижним, и у нас появляется такая стрелочка, жмем на нее левую кнопку мыши, и у нас применилась отравочная маска. И теперь этот прямоугольник очень удобно можно менять цвет, и в режиме реального времени подбирать тот цвет и оттенок, который вам покажется актуальным и красивым. Следующий момент это текст по кругу и в круге. В фотошопе можно создавать текст, который у нас будет четко вписан в окружность. Для этого нужно создать, собственно, окружность, создаем на пустом слое, сжатый клавишей shift, берем инструмент текст, и кликаем по окружности. Выбираем нужный нам размер текста и пишем текст по кругу. Выделить все это можно Ctrl-A быстрыми клавишами. Делаем какой-то цвет. И можем тоже делать все те манипуляции с текстом, что можно делать в фотошопе. Можно уменьшить межбуквенный интервал. И у нас получился с вами четко текст, который идет по кругу. Можно его вращать, нажимая Ctrl-T и делать вращение относительно центра. Если вам требуется текст поместить внутрь нашего вот этого виртуального круга, то мы просто берем инструмент черная стрелочка. У нас появляется в холсте такая вот стрелка с вертикальной полосой. И перемещаем текст внутрь. Здесь уже вернемся к Ctrl-Z. Здесь то же самое. Можно уже выделить текст. За счет того, что у нас текст находится внутри окружности, он немножко склеился. Поэтому здесь как раз межбуквенное расстояние нужно увеличивать пропорционально. И то же самое можете делать с этим текстом все, что хотите. Можете его вращать. И абсолютно те же самые манипуляции. Следующий момент. Это быстрая маска и ее инверсия. Это тоже такая небольшая хитрость, которая поможет вам убыстрить ваш процесс работы. Итак, у вас есть какой-то слой. И вы хотите на основании него создать маску. Допустим, у вас есть вот такой вот красный кружочек. И есть какой-то объект, который вы хотите вычесть из кружочка. Маски. Пусть это будет и такой вот многоугольник. Каким-то цветом. Желтым. Мы кликаем на желтый наш многоугольник с зажатой клавишей Ctrl. У нас появляются белые муравьи. Перемещаем это на эллипс. И сразу же жмем маску. И у нас автоматически вышлась область, которая находится вне муравьев. Чтобы у нас вышлась та область, которая нам нужна, то есть в рамках желтого многогранника на этой же самой маске жмем горячей клавишей Ctrl-I. И делаем инверсию. Потому что обычно я вижу, что многие делают маску следующим образом. Они создают пустую маску. Потом они ее заливают черным цветом. Ну или же не так. Вот они в данном случае нам нужно если вычесть желтый этот многоугольник. Вот они создали маску. Зажимают Ctrl. Собственно наш многоугольник у нас появляется бегущие муравьи. Находится на маске. Потом берут черную кисточку либо черный градиент. И вот таким вот образом все это закрашивают. Это долго. То есть эти моменты позволят вам упростить вашу работу, делать ее быстрее. Применяйте. Я надеюсь, вам это все поможет. Вот такой вот небольшой ролик сегодня был. Если вам интересен такой формат, чтобы я делал каких-то 5-6 хитростей, быстро их показывал, то напишите свои пожелания. А на сегодня все. С вами был Андрей Лофф. Всем пока.